Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет поступил вопрос. Что делать ребенку, если мама говорит одно, а папа противоположное? Ситуация действительно печальная, но она абсолютно распространена. Да, потому что мы помним, Господь говорит в Евангелии, будьте едины, как я с отцем, и при этом напоминает, что отец всякого разделения — это дьявол. И вот тут, конечно, можно формально сказать, будьте едины, как я с отцем, всегда папу слушайте. Нет, все-таки вот нам важно единство с отцом, который на небесах, отче наш. Поэтому прежде всего я бы любому ребенку, что маленькому, что уже ребенку-подростку, более осознанному, то есть что ребенку, который на рациональном уровне проблему понимает уже в силу возраста, или ребенок, который просто мечется своей душой на фоне разногласий между родителями, читать молитву «Отче наш». Действительно, молитва, она много нам дает. И вот здесь это не только будет молитва, что она сама по себе как-то сработает, но и нам будет напоминание. Напоминанием будет ребенку, ну тоже, если этот вопрос, наоборот, может, бабушка задает, или задает кто-то из родителей, кто не может перевести мнение другого родителя, более дурное, возможно, влияющее на ребенка, что если ребенок будет молиться и обращаться, апеллировать к Богу, то он, в принципе, и будет получать такую, можно сказать, сверхрестественную помощь божественную. Но помимо этого, что важно, он получит важную жизненную установку, что отчитывать свои личные поступки, в том числе по выполнению тех или иных указаний взрослых, от указаний Спасителя, как бы поступил Христос. И поэтому тоже, например, неверующий папа говорит, да не, зачем молиться, зачем в храм ходить, мама говорит, ну пойдем, и ребенок, ему охота в храм, а папа его там заманивает, ну дома выспишься, колбасы съешь, там в компьютерные игры поиграешь, конечно, ребенку тяжело, но он, если будет молиться, будет вот это общение с Богом, то он уже и душой, и разумом сможет все-таки сделать, пусть и не всегда, но правильный выбор. Кроме того, конечно, здесь нам уместно вспомнить стих из послания апостола Павла к Ефесиным, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господня». Тут важные вещи, что не только там как-то не раздражать, как-то грубо не общаться, но именно воспитывать в учении и наставлении Господня. А вот, собственно, то, что я до этого сказал, это и была мысль апостола Павла, что наш отчет воспитаний от наставления Господа. Тут, однако, важно на заметку очень многим вот воцерковленным родителям, которые с другим невоцерковленным родителям спорят, что апостол Павел все-таки наставление Господне евангельское. Не какие-то там традиции порядки церковные, не предписание поста, которое тоже, в принципе, детям, даже если оба родителя постятся, надо очень аккуратно подходить к этому вопросу. То есть не бодаться из-за вторичных мелочей, а все-таки сосредоточиться на главном, на некотором евангельском милосердии, прощении и, конечно, молитве и общении с Богом. Поэтому, дорогие братья и сестры, если ребенок подросток, и с ним уже можно поговорить, как-то более по-зрослому сказать, да, вот мнение другого родителя, возможно, тебе как-то и приятнее, а возможно, оно как-то авторитетнее звучит, а я свое мнение там не очень грамотно его высказываю. Но ты прислушайся, что тебе говорит Господь. Послушай голос своей души, голос своей совести. И ребенок, может, он даже капризно скажет, подростка, не, ничего мне не надо, это неинтересно, и вообще даже заявят, что в Бога не верят. Нет, он к этим словам прислушается. И потом рано или поздно он пропустит, пропустит, пропустит через себя, а потом уже лет через 10 уже в каком-то среднем возрасте будучи очень благодарен за такой совет. Но малышам просто можно уже отдельно, ни в коем случае не надо не спорить при ребенке, отдельно ему постараться пояснить, попросить, но и тоже там пояснить, почему другой родитель не прав. Не потому, что я так говорю, не потому, что я прав, а потому, что сказать, не, бываю я, не прав. И другой родитель, может, там не прав или не права, в зависимости от мамы или папы, там свою точку зрения какую-то оставит. Но давай помолимся Господу за нашего папу, за нашу маму, давай постараемся найти, какой же из их советов больше нашей душе пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!